Здесь интересная вещь какая. Я позволю себе реконструировать одну ситуацию, что происходило в последнее время, для того, чтобы привлечь внимание к тем внутренним тенденциям, перед лицом чего мы стоим. То есть, знаете, какое-то время было ощущение, что власть ушла от идеи закрепить особый статус Донбасса, уйти от этой проблемы. То есть, как будто она понимает, что столкнулась со страшным сопротивлением общества. Страшным. Поэтому здесь возникает серьезный вопрос. Но понятно, что на нее давят со всех сторон. И это началось с акций Путина, которые сначала... Вот эта крымская история с диверсантами, этот, как говорили, казус Белли и гляевец, и так далее, и так далее. Потом эти учения, потом, значит, огромные дислокации войск перемещения. То есть, пошло нагнетало на нас, на европейское сообщество и так далее. Что, мол, смотрите, мы можем там и развязать войнушку и так далее. То есть, пошел вот этот вот момент. Далее был очень неприятный звоночек с G20, когда Украину не пригласили. И там уже говорили, что решали на полях нашу судьбу. Вот, и так далее. Вот, это были вот такие вот моменты. Это говорилось о том, что давление идет. И вот, и с другой стороны, в речах президента и так далее, и так далее, и не только президента, но и многих провластных сил в их каких-то месседжах, которые они посылали, как бы происходил зондаш общественного мнения по поводу того, что нам делать дальше с этими всеми моментами. Ну, во-первых, огромное количество сообщений, что мы вот-вот перед началом полномасштабного вторжения. Это об этом все говорили. Турчинов очень любит об этом поговорить. О том, что вот оно возможно, вот оно может любую минуту начаться. Потом, значит, помню недавно, какой-то депутат из БПП сказал о том, что вот россияне хотят захватить Херсонскую область. Вот они уже там, они где-то вот рядом. Значит, шоу, возможно, это как такая арт-подготовка к тому, чтобы все-таки сдать Украину в плане Донбасса и подписать вот эти сообщения на путинских условиях. И более того, был такой депутат БПП, по-моему, Казаченко, по-моему, фамилия его, по-моему, Казаченко, который сказал, ну, у нас выхода просто другого нет. То есть он озвучил вот эту интенцию, говорит, власти опять-таки посмотреть. Ну, понятно, что какое отношение вообще вот ко всему этому. Вот.